Теперь мужчина. Какая у него природа? Мужчина соткан, женщина соткана из энергии любви, а мужчина соткан из энергии действия или познания мира. Это одно и то же. Когда человек действует, он сталкивается с этим миром, получает опыт. Поэтому маленький ребенок, он не сидит на месте, мальчик. Он постоянно носится, бьется башкой от чего-то там, постоянно экспериментирует, делает какие-то глупости. Он так восстает мир. И Бог так сделал, что мальчик, он рождается глупым. Вот девочка, она рождается осознанной очень. Маленькая девочка, она все видит, все понимает, во всем разбирается. Ее надо обучать очень аккуратно, просто ей объяснять. Как взрослому человеку, но просто очень-очень по-доброму. Объяснять, вот это вот так, вот это так. И она все будет слушать, изучать. Все, потому что у нее такая природа. У нее сердце склонно к людям, в гармонии с ним, в доброте. То есть девочка добрая, она склонна к гармонии. Но ей не хватает чуткости, нежности и заботы. С ней надо очень аккуратно, ласково себя вести, так же, как с женой. Очень аккуратно, ласково, не дай Бог там что-то никак сказал, какое-то слово, очень аккуратно, все нежно. Тогда она чувствует себя хорошо. И девочке достаточно, чтобы ее разум сильно развивался, достаточно просто очень доброго, нежного объяснения отношений к девочке. Но мальчику это все дофине. То есть мальчику нежно объясняют. Мой дорогой сынок, ты понимаешь, нельзя бегать по дороге, в футбол, когда играешь, тебя машина сшивет. Он такой, да, мама, да, мама. И на дорогу мы слышали. Вот девочка услышала, она так вот делала. Мальчику, это ему недостаточно. У него психика совсем по-другому. У него экшен, понимаете, то есть поступки. То есть ему вот эти бла-бла, то есть не работают, понимаете. То есть вы берете мальчика, идете на дорогу. Машина едет, и как бы он такой пугается. Мама! И вы его раз, машина проехала. Ну или я оприрую, как бы, но приводится пример, примерно такой, что вот, допустим, он хочет сунуть пальц в вентилятор. Он говорит, нельзя. Это вообще неубедительно для него. Он будет лезть к этому вентилятору по-любому. Потому что ему надо получить опыт, иначе он не понимает. Вот, и вы, как бы, не обращайте внимания, просто вы следите за ним. Он совсем маленький ребенок, там, допустим, полтора года. Он очень сфокусирован, мальчик, в таком возрасте, на своем. Даже не видит, ничего вокруг происходит. Он идет в вентилятор, как бы, засунул палец. Вы выключаете из розетки вентилятор, он крутится, продолжает крутиться, но скорость уже минимальная. И в тот момент, когда он сует, ему по пальцам, панс, то есть палец, естественно, не обкламывает, а просто там чуть-чуть болит. И все, он понял, что там больно. Все, на всю жизнь. Он туда палец больше сувать не будет. Точно так же на плиту ему надо потрогать. У девочки не полезет, как бы, я скажу, у тебя пальчики волдырями покроются, ей надо писать вот так. Волдырями пальчики будут некрасивые. Она все поймет, что туда нельзя, как бы, пальчики волдырями, все. Мальчику, если сказать, вот ты на плиту дотронешься, пальчики будут волдырями некрасивые. Он подумал, интересно. Никогда не видел, что пальчики волдырями. Он полезет, говорит, попробовать, будет или нет. Он не понимает, что это больно, там ему важно, вот как-то ударяли пальчики, интересно же. Понимаете, то есть он, action нужен, действие. И действие при чем? Ему не важно, будут положительные результаты или отрицательные. Ему важно увидеть этот результат, запомнить его в жизни и дальше от него отталкиваться. Поэтому мужчина, вот допустим, мужчина лекцию слушает мою. Ему эта лекция, знаете, просто вот, женщины слушают, они все запоминают и сразу хотят так жить. Мужчина слушает, понимаете, ему эта лекция означает просто то, что надо попробовать. Вот так жить он не будет. Но он запомнит все, как сказали. И дальше, если где-то совпадет, ну, приведу пример. Я, допустим, лечу камнями, пришел этот мужчина, он говорит, поставь мне камни. Я ему поставил. Я говорю, тебе помогает? Он говорит, нет. И пошел. Потом звонит через 10 минут. Говорит, слушай. А я ему сказал, как бы, если вы плохо себя почувствуете, то надо, схема, значит, что это неправильно, надо их поменять. Он говорит, да я не почувствую себя плохо, чего это реклама. Пошел, говорит. Дедит в машине, короче. Звонит мне по телефону, говорит. Это у меня, говорит, глаза в кучу, говорит. Я дороги уже почти не вижу. Это что, твои камни-то действуют? Я говорю, снимайте быстрее, а то в аварию попадете. Он снял камни, потом приходит на встречу, говорит, ну, теперь я верю, так бы сказал. Надо, глаза в кучу, чтобы, поверьте, к этому. А если, допустим, там глаза, голова просветлела от камней, он говорит, у меня всегда светлая. Что просветлела? Что-то, у меня просветило голову, что ли? У меня само светлое. А если глаза в кучу, значит, действует. Не важно как, важно, действует. То есть, это работает. Мужу нравится то, что действует. Другой раз пришел ко мне, у меня, говорит, сильно голова болит. Я говорю, ложитесь. Он лег. Я ему ухо вот сюда вот начал нажимать, нашел точку. У шахи есть точки, которые снимают спазмы, связанные с головой, с регуляцией мозга. Я ему нажал точку. Он орет, короче, такой, такой, какой. И я держу, держу, держу ему. Бац, голова прошла. Он такой. Вот это, вот это лечение. Вот это лечение. Чуть поорал, и все, и пошел. Такой встал, короче, пошел. Вообще поверил. Мужик, то есть, надо было нажать. Вот женщина, если бы ей больно, она бы не согласилась, сказала, что это за лечение такое. А мужику, представляете, сколько акшена произошло. Ты бой поорал, как бы, и все, и прошла боль. Сколько интересного, как бы, в жизни. Вот так психика мужчину строит.